С каждым планом усложняется вибрация, с каждым планом всё интереснее и интереснее, всё быстрее и быстрее двигается энергия. И четвёртый план — это план духов. Духов, скажем, ушедшие предки, ушедшие люди — это не божества, это именно Духи. Четвёртый план бытия. Он у нас характеризуется энергией, такой жизненной силой. Как бы это объяснить? Сейчас скажу. Вы смотрите на человека и говорите «живчик», энергия бьёт ключом, у него всё в порядке. И бывает, как сонная муха, когда не хватает энергии. И это, к сожалению, когда проблема с четвёртым планом у человека. Это жизненная такая энергия, скажем, ближе к такой физической энергии. Это у нас углеводы в теле. У нас это углеводы. Углеводы бывают разные, полезные и неполезные, но, тем не менее, они, естественно, должны присутствовать. Если вы замечали, иногда бывает после энергозатратной работы, некоторые очень любят шоколадку, вот тянет прямо именно на углеводы и на плохие, на хорошие, на любые. Именно нужно восполнить. Когда затратил человек свою силу, свою жизненную энергию, ему хочется восполнить. Это самый первый такой позыв организма очень бывает. И многие женщины, которые занимаются именно энергетическим практиком, они сначала даже иногда пугаются, что как же так, что за зависимость такая от сладкого вдруг возникает. Это не зависимость, организм восполнит то, что ему нужно, и всё. То есть здесь нет зависимости. А человек получит удовольствие. Два в одном. Да, с четвёртым планом работают маги, шаманы. То есть это магия, четвёртый план бытия. Всякая разная магия. Как бы её ни делили, белая, чёрная, какая угодно. Это шаманы, шаманизм, это армическая магия. То есть это очень уже такой широкий план бытия, очень разнообразный. Очень много людей увлекается. Поэтому, Господи, все, кто идут в духовной практике, так или иначе знакомы уже с практиками четвёртого плана. Итак... Ну, даже в христианстве есть свои ритуалы, которые... Конечно, конечно, они все очень переплетаются, очень переплетаются все планы... Один экзоцизм только чего стоит, или освещение дома, а свечки за упокой, или там за здравие, не дай Бог перепутать. Бывает, конечно.